Вот это арбузик подмосковный Чарльз Тон. Тоже, конечно, не очень крупный, но все-таки более или менее хоть плодик какой-то вес имеет. Сорт подмосковный Чарльз Тон. Я его в этом сезоне выращивал впервые. Как я уже упоминал, сезон был не очень благоприятный для арбузов. Было очень холодно, практически все лето много было дождей. И крупных арбузиков не завязалось. Но, тем не менее, вот этот арбузик, он достиг веса 3,6 кг примерно. Это, конечно, не очень большой арбуз, но все-таки. Сегодня 9 сентября, пришлось арбузики все снять, поскольку очень холодно. И сейчас можно посмотреть, что представляет из себя этот арбуз внутри. И поспел ли он, и насколько он вкусный. Итак, я его режу. Вот так выглядит этот арбузик в разрезе. Видно, что он, возможно, не очень насыщенный красной окраски, но, тем не менее, достаточно созревший. То есть, вполне можно, я думаю, его попробовать. Видно, что и семечки, вот некоторые даже уже, темного цвета, то есть, поспели. То есть, арбуз, с учетом того, что погода была не очень хорошая, я считаю, показал себя очень хорошо. Сейчас можно его попробовать. Вот я отрезал себе кусочек, и сейчас буду пробовать. Напомню, этот сорт я выращиваю впервые. Что можно сказать? Арбуз вполне неплохого вкуса. Может, он и не до конца созрел, но вполне сладкий, вполне его можно кушать с большим удовольствием. Так что, арбузик подмосковный Чальстон, можно сказать, что меня порадовал. Возьму непременно этот сорт на заметку, и буду, возможно, выращивать его в дальнейшем. Напомню, что в этом сезоне многие уже проверенные сорта арбузов, например, пекинская радость, показали себя вообще никак, то есть, арбузики не завязались нормальные. А вот этот сорт, все-таки, завязал некоторое количество плодов, пусть не очень крупных, но они поспели, и их вполне можно использовать. Очень хороший сорт, подмосковный Чальстон.